Здравствуйте, меня зовут Гуров Юрий, мне 28 лет, я основатель двух онлайн-проектов Маршрут и Смарт-Синема. Три лайфхака, которые помогли мне быть успешным в этих проектах. Первое, это, конечно же, не думать о выгоде и о перспективах. Очень важно заниматься тем, чем тебе нравится, то, что тебя мотивирует, то, что ты любишь. Это, наверное, самое главное. Потому что, если ты веришь, то поверит и будущий клиент. Второе, обязательно, это ставить дедлайны. Самое первое время, когда еще только-только начал работать с онлайном, было, с моей стороны, неправильно не ставить дедлайны. То есть сроки, которые должны были запускаться в проект, они растягивались на очень большое время. И из-за этого проект откладывался, уже кажется, что результат не получается, и было сложно продолжать работать в том же духе. То есть второе, это дедлайн. Третье, это обязательно найти единомышленников, наставников, всех тех, кто может вам помочь. В одиночку можно сделать, это может быть даже кому-то нетрудно, но тем не менее, когда рядом с тобой есть партнер, когда есть люди, которые верят так же в твой успех, как и ты, веришь в успех проекта, это реализовать гораздо легче, чем если делать это одному. Три качества, которые помогли мне быть успешным в онлайне. Первое – это упорство. Упорство – очень важный элемент, потому что на начальном этапе будет очень много проблем, связанных со всем, чем угодно, даже с тем, чем кажется невозможно, что эти проблемы могут возникнуть. Поэтому упорство, вера в свое дело, продолжать двигаться в направлении быть гибким, менять цели, но основное – это упорство. Второе – это системность. Если ты не строишь точки между пунктами онлайн-проекта, то есть от сайта до вебинара и так далее, если ты не делаешь это системно, у тебя получается хаос, и в конечном счете ты можешь просто заблудиться или тратить слишком много энергии на те пункты, которые вообще не требуют столько энергии. И третье, пожалуй, чувство юмора. Я думаю, мне это помогло. Почему? Потому что чувство юмора, оно включает в себя очень много. Чувство юмора – это и аналитическое мышление, ассоциативное мышление, креативное мышление. Это возможность посмеяться над собой, то есть не давать себе завязнуть в самом проекте. То есть чувство юмора, оно очень важно. Как создать онлайн-школу? В принципе, это несложно. Опять же, как я говорил вначале, важно, чтобы была команда определенная. Но даже если одному, то основные блоки, они достаточно понятны. Это сайт, это вебинарная комната, это реклама и это рассылки куда угодно. В почте или в мессенджер, это не важно. Топ-три ниши. Четко не скажу именно по названию, то есть там медицина для 56-летних мужчин и так далее. Такого не скажу. По своему опыту сейчас хорошо работает получение профессии, хорошо работает получение заработка. Есть отличия в получении профессии и получении заработка. Небольшая, но есть. И третий момент – это улучшение отношений и сюда еще можно приплести улучшение здоровья. Почему они самые выгодные? Они, возможно, не всегда прибыльные, но они всегда про то, что сейчас нужно людям. Если вы хотите создать онлайн-школу, скорее всего, вы хотите попробовать себя в том, что может быть прибыльным прямо сейчас. Поэтому получение профессии – любое абсолютно. Мы знаем яркие примеры совершенно разных профессий, которые, казалось бы, не востребованы даже людьми, но тем не менее интересно было бы узнать, что это такое. И последний момент – это по поводу запуска онлайн-проекта без денег или с минимальными средствами. Я считаю, что это возможно, но надо выполнить ряд условий. В первую очередь, вы должны каким-то образом иметь отношение к онлайну ранее. То есть вы должны уметь или понимать что-то про сайты, как это все настраивается или как это может выглядеть. Если у вас нет технических навыков, то вы должны знать людей. Опять же, возвращаемся к самому главному – команда. Далее. Если говорить про деньги в деньгах, то сайт – это рублей 800. Настройка рекламы человек – это 10 тысяч рублей. Бюджет – от 10 до 20 тысяч рублей. Комната вебинарная – тысяча рублей за раз. И получается у нас рассылки можно сделать бесплатно. Много сервисов есть. Таким образом, у нас получается около 27 тысяч рублей. Это если вы хотите с небольшим количеством средств. Если совсем без денег, есть такие проекты, но я бы сказал, что совсем без денег можно запустить, если ты уже что-то пробовал, пытался и понимаешь, как выглядит структура, что надо делать. Личный пример. У меня с минимальными вложениями мой проект «Маршрут» был. Порядка 5 тысяч, наверное, было потрачено. И прибыль в первые… больше 100 тысяч рублей было. Приглашаю вас на бесплатный вебинар от Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина. Регистрируйтесь по ссылке внизу. Продолжение следует...